МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий пост. Как придерживаться постного меню без вреда для своего здоровья? Что ж они не поделили? На парковке у торгового центра мигранты устроили массовые беспорядки. Теперь обо всем по порядку. В Государственном музее-заповеднике имени Сергея Есенина состоялся праздник широкой масленицы. Несколько тысяч людей приехали в Константиново на уличные гуляния. Гости музея катались на санях, на каруселях, фотографировались в историческом фотоателье, состязались в игровых эстафетах и крестьянских забавах. А в конце праздника на берегу Аки сожгли чучело масленицы. Ирина Ковалева побывала на родине поэта. Несмотря на то, что сегодня масленицы широко празднуются не только в селах, но и в городах, в сельской местности народные гуляния получаются более самобытными и атмосферными. В высокой берег Аки, Есенинские просторы, пожалуй, сложно представить лучшие декорации для проводов зимы. Празднование масленицы в селе Константиново стало уже доброй традицией. В этот день сюда съезжаются гости со всей области, потому что знают – здесь будет весело. В этом году для развлечения публики на праздничной площадке была организована игра «Квест». Участвуя в разнообразных конкурсах и получая за это баранки и бублики, каждый получал возможность выиграть призы. А конкурсы были самыми разнообразными. Детям и взрослым предлагали научиться держать коромысла с ведрами, познакомиться с Емельей, выполнить его задания и даже попариться в импровизированной бане. Ну, во-первых, в баню всегда принято было принимать, ходить в баню перед праздниками, чтобы чистыми встретить праздник. Ну и тем более дальше будет идти у нас великий пост. И, конечно, перед масленицей это тоже было принято. И банные забавы устраивали, и в баню ходили, и печки топили, ну и парились, конечно же. Конечно, традиции посещать на масленицу баню нами, городскими жителями, уже давно забыто. Мы решили узнать, о каких масленичных обычаях пока еще помнят гости праздника. Блины кушать, чучел сжигать, зиму провожать, весну встречать. Когда мы были еще молодые, поженились, у нас была такая традиция, что на масленицу ехал взять к теще на блины, она его угощала блинами, а он ей обязательно вез отрез на юбку. Традиций, конечно, немного, я знаю, но знаю только одно, что это веселый народный праздник, который славился по всей Руси и до сих пор пытаются сохранить здесь традиции. Сегодня очень весело, празднично, и всем очень счастливы. Пожалуй, самой известной и вкусной традицией на масленице является выпекание и поедание блинов. Считается, что блины олицетворяют солнышко. И раньше верили, что чем больше блинов съестся в масленичную неделю, тем быстрее придет тепло. Ну что ж, нам пришла пора внести свой вклад в скорейшее наступление весны. По весеннему теплое солнышко в этот день явилось главным доказательством того, что блинов на масленичной неделе было съедено немало. Будем надеяться, что еще один древний обычай – сожжение чучела – поставило жирную точку в череде зимних дней. Помимо общегородских гуляний в Рязани зиму провожали почти каждым двором. Например, в Дашково-Песочне были организованы гуляния для жителей микрорайона. Такие локализованные праздники стали в нашем городе доброй традицией. Организатором гуляний выступил депутат Рязанской областной думы Игорь Трубицын. Проводить зиму пришло более 300 человек. Они угостились двумя тысячами блинов и тысячей пирожков. Поливая кухню, угощала рязанцев кашей. Детишек развлекали аниматоры. В общем, душевно погуляли. Организаторы планируют и дальше радовать жителей микрорайона такими дворовыми праздниками. Еще один материал в тему от Олеси Харлиной на этот раз из микрорайона Конищева. Ни в одной стране мира не празднуют ничего подобного. Символ русских народных праздников с тысячелетней историей Масленица собрала шумную компанию с детей и взрослых и во дворе дома по улице Интернациональной. Отведать на морозе вкуснейших обжигающих блинов ни с чем не сравнимо удовольствие. После которого самое время окунуться в настоящий водоворот масленичных забав. Веселись сколько душе угодно. Сегодня в России масленицу празднуют как и в старину с большим размахом, народными массовыми гуляниями, забавами и играми. Наши предки верили, что вместе с круглым румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. К слову, иностранцы считают большой удачей попасть на такой дворовый праздник, где еще так необычно можно прикоснуться к настоящей русской экзотике, воочию увидеть самобытные традиции самого большого государства в мире. Лебосольные обитатели дома на Интернациональной как всегда позаботились о пище и для тела, и для души. Зазывали на угощение, дарили подарки и скучать никому не давали. Встретили весну по всем правилам под треск от сожжения чучела и дружной овации. Сразу же по завершению Масленицы в законные права вступил Великий пост. Закончится он перед Пасхой, а именно 30 апреля, тогда как 1 мая все православные нашей страны будут отмечать Пасху. Главной сутью Великого поста является духовное и физическое очищение организма с помощью собственных ограничений, которые особенно актуальны в плане питания, но все, как известно, должно быть в меру. Алена Куколева расскажет, как не нанести вред собственному организму во время Великого поста. Как учит православная церковь, человек двусоставен, а духовных подвигов не бывает без воздержания тела. В пост нельзя употреблять пищу животного происхождения. При этом многие священники уточняют, что меру воздержания нужно устанавливать, посоветовавшись с духовником. Если человек имеет навык, то, конечно, он постится согласно правилам церкви. Если он только начинает поститься, то для него может трудным быть такой пост, и, конечно, может со здоровьем связаны быть определенные тоже проблемы. Целью поста не является, чтобы человек упал от бессилия или совсем свое здоровье надорвал. Цель поста – это внутреннее, прежде всего, делание, изменение своей души, покаяние, приближение к Богу. И внешний пост должен этому способствовать. Но если человек постится, отказался от мяса, молока, рыбы, и при этом он весь такой раздраженный, злой, все ему мешает, все рядом его нервируют, потому что он постится, а все вот такие вот рядом, никто его не понимает, то нет никакого смысла в таком посте, и человек больше теряет, чем приобретает. Пост – это личное дело каждого. Тем, кто все-таки решил себя ограничивать в животном белке, нужно правильно сочетать растительный белок, не забывая о злаковых и бобовых. Многие путают пост с диетой, и здесь необходимо прислушиваться к мнению врачей. Те люди, которые на самом деле духовные и постоянно посещают церковь, они знают, что к посту надо готовиться. Поэтому у них есть сыроедение, то есть они перед неделей поста заменяют молочными продуктами, для того, чтобы не ограничивать резко снижение белка в организме. Для некоторых людей снижение белка в организме будет полезным, ну, например, для тех, у кого больные почки, либо для людей, у которых страдают аллергическими заболеваниями. А в целом резкое снижение потребления белка может навредить людям. То есть получается, что мышцы истончаются, а нагрузка увеличивается на костную ткань. 40 дней духовного воздержания могут, наоборот, добавить лишние килограммы. Дело в том, что в рационе во время поста мало жиров, но много углеводов. За разнообразие во время поста голосуют все, без исключения специалисты в области питания. Если вы решили поститься, то в вашем рационе обязательно должна присутствовать еда в течение дня регулярно. Это могут быть крупы, это может быть картофель, макароны, это могут быть овощные салаты. И если вы решили ограничить количество белка, мяса, то, по крайней мере, не убирайте из рациона рыбу, чтобы это не навредило вашему состоянию здоровья. Разнообразие блюд на столе помогает держаться во время ограничений, заодно способствует получать организму витамины и питательные вещества. Принято считать, что пост – это однообразная пища. В нашем ресторане вы можете убедиться в обратном. Мы предлагаем огромный выбор постных блюд, например, пшенная каша на воде с кокосовым молоком и запеченной тыквой. Такие простые продукты, как картофель, грибы, свекла, которые растут в нашем регионе, являются базовой основой нашего постного меню. Все это можно тушить, варить, жарить, добавляя грибы, сухофрукты, крупы. И такие экзотические продукты, как кокосовое молоко, рисовая лапша, таким образом получаются очень вкусные и сытные блюда. Таким образом, нужно помнить, что постная пища дает огромный простор для фантазии. Ведь, как говорится, когда набор продуктов ограничен, тут-то и проявляется настоящее мастерство и творческий подход истинных кулинаров. Продолжим. Рязанский медуниверситет посетила главный кардиолог России Ирина Чазова. Она выступила с лекцией перед гостями РязГМУ, среди которых были приглашенные врачи из нашего и других регионов страны. Сердечно-сосудистые заболевания и гипертония в частности. Именно на этот недуг, по мнению главного специалиста России, нужно обратить пристальное внимание. Анна Герцовская расскажет об этом более подробно. На конференции в Рязанском медицинском университете собрались лучшие кардиологи страны. Внимание было уделено такой болезни, как артериальная гипертония. Заболевание является одним из самых главных факторов риска, который приводит к смертельным осложнениям, инфаркту и инсульту. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний волнует всю страну. Поэтому и работа в этом направлении в последние годы поставлена в межведомственном контексте. Эффект уже есть. Об этом говорят цифры за 2015 год. Рязанская область по темпам снижения сердечно-сосудистой смертности была первой в лучшем смысле среди 18 регионов Центрального федерального округа. А по темпам снижения общей смертности, то есть это смертность от всех причин, занимала первое и второе место с Ивановской областью. Это данные на 2015 год. Поэтому вот эта работа, она и образовательная, в том числе вузы Рязанского. Рязанский вуз уделяет очень большое внимание не только обучению студентов, но и обучению врачей. 2015 год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поскольку в России от этой болезни погибает втрое больше граждан, чем в США или в Европе. И подобные конференции помогают дать новый рывок для медицинских работников и самих пациентов. Показать, что проблема может реально решиться. В России смертность последние 10 лет от сердечно-сосудистых заболеваний постоянно снижается. И все наши усилия, прежде всего, они были направлены на улучшение лечения больных с ашемической болезнью, сердце с острым коронарным синдромом, внедрение тромболезов. Все выступающие единогласно отметили, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями станет наиболее возможна, когда сами граждане станут еще более ответственно подходить к профилактике заболевания. Поскольку пока людям бывает проще принять таблетку, чем отказаться от вредной пищи или заняться физическими упражнениями. В любом случае, для всех пациентов в регионе делается все возможное, чтобы улучшить их качество жизни. За последние 5 лет большая работа была проведена по модернизации, по техническому и содержательному обучению наших специалистов. Поэтому за последние годы на 16% мы уменьшили количество смертей от данных видов болезней. Для всех собравшихся лекция главного кардиолога страны в результате оказалась очень живая и наглядная. Все районы приехали, потому что проблемы действительно очень актуальны. Тем более к нам приехал главный кардиолог Российской Федерации Чазова Ирина Евгеньевна. И, конечно, хочется пообщаться и услышать про свою область в разрезе, да, со сравнением с другими регионами страны. Это не единственная в своем роде конференция, прошедшая в Рязанском медицинском университете. В ВУЗе уже на протяжении многих лет ведется активная работа. Вопрос лечения сердечно-сосудистых заболеваний не может не волновать рязанских докторов. И поэтому на всех мероприятиях здесь собирается максимальное количество медицинских работников, чтобы получить опыт для дальнейшего применения в работе. Хочется добавить, что Рязанский регион в 2013 году в первом числе принял областную программу профилактики. Область имела приоритет и первая среди других регионов включилась в работу. А напомним, что профилактика – это одно из главных мероприятий в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В пятницу, 11 марта, днем на автостоянке у Рязанского торгового центра подрались мигранты. Десять иностранцев устроили драку, используя при этом ножки от стульев и скалки. Драку пресекли полицейские и задержали на месте несколько нарушителей. Другие же попытались скрыться на автомобиле, однако их быстро поймали на ряды ДПС. Как выяснилось, задержанными оказались рабочие строительных организаций. Марина Комиссарова расскажет обо всем подробнее. Сотрудники полиции пресекли хулиганские действия на территории автостоянки у торгового центра в Рязани. Инцидент произошел в пятницу днем. По предварительным данным, несколько временно зарегистрированных на территории Рязанской области лиц совершили хулиганские действия с использованием в качестве орудия деревянных палок, ножек от стульев и скалок. Нарушение было оперативно пресечено полицейскими. На месте были задержаны несколько нарушителей. Другие попытались скрыться на автомобиле, однако их быстро блокировал и задержал на ряд ДПС. Личности задержанных установлены. Они являются рабочими строительных организаций. Как выяснилось, причиной конфликта ситуации стали неприязненные отношения двух участников. Судом всем задержанным назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Решается вопрос о санкциях в отношении участников инцидента. Кроме того, к работодателям задержанных также применят меры воздействия. Сегодня в Рязанском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего рязанца, который занимался телефонным терроризмом. На заседании суда присутствовала Марина Комиссарова. На скамье подсудимых взрослый 47-летний мужчина, которому предъявлено обвинение по части первой статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. На счету мужчины три эпизода заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. В сентябре 2015 года мужчина трижды позвонил в полицию с заранее приобретенного. Именно для этих целей телефона и сообщил, что спортивный комплекс «Атрон» заминирован. Таким образом, суд полагает возможно постановить приговор без проведения судимого избирательства. Для изучения материала дела суд приходит к выложению обвинения, с которым согласился подсудимый Кирсанов. Обоснованно подтверждая заказа, особенного по уголовному делу, полагает возможно постановить обвинительный приговор, не назначить подсудимый наказание, который в силу части 5 ст. 62 УКР, не может превышать 2 трети максимального срока наказания, предусмотренного за совершенные преступления. При этом подсудимый характеризуется положительно и на месте работы, и по месту жительства. По совокупности, путем частичного сложения наказаний, его приговорили к одному году шести месяцам исправительных работ. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Благодарим за внимание. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра.